Клещи не щадят никого, ни взрослых, ни детей. Очередной жертвой маленького кровососа стал 15-летний сын Татьяны Епишевой. Свою добычу клещ нашел не в лесу, как чаще всего бывает, а на лужайке перед домом. Ребенок вышел на улицу погулять, в траву, в коротких шортиках. И потом через час вернулся и говорит, мама, я поймал клеща. Но он еще был совсем маленький, мы его выкрутили, аккуратненько взяли, подели, чтобы не раздавить. И против часовой стрелки он легко вышел. Зная об опасности, которая может угрожать от укусов клещей, семья Епишевых сразу же обратилась к врачу. В медицинском учреждении подростку ввели иммуноглобулин – средство, используемое для экстренной профилактики клещевых инфекций. Уже после всех манипуляций причину возникшего неудобства доставили в лабораторию на исследование. По словам специалистов, именно такие шаги необходимо проделывать в случае укуса клещей. Но, как показывает практика, так поступают далеко не все. Уже зарегистрирован случай клещевого энцефалита у жителей Нелитовского района, который, в общем-то, не обратил внимания должного на то, что было присасывание клеща, не обратился за медицинской помощью, но, по всей видимости, этот клещ был инфицирован вирусом и через определенное время у человека развелись симптомы, что привело к его госпитализации. По словам Елены Тарасовой, сейчас мужчина уже находится в удовлетворительном состоянии. Однако все могло закончиться намного хуже и привести к летальному исходу. В этом сезоне региональное управление Роспотребнадзора еще не фиктировало подобных случаев. Однако фактов обращения по поводу присасывания клещей немало. С начала регистрации этих обращений уже более 3,5 тысяч граждан обратились за медицинской помощью, и более 1200 из них – это дети. И поэтому вот эта проблема, конечно, она заслуживает внимания. Тем более, что погода сейчас располагает к поездкам за город. Клещи, как и люди, предпочитают погожие и ясные дни. Кровососы могут скрываться за любым кустом. Чтобы не стать их жертвой, специалисты советуют быть осмотрительнее и соблюдать определенные правила. Не надо высокие дебри лесные, втравяные залезать вот в эти шортики. Конечно, нужно подумать о том, чтобы взять с собой правильно одеться и взять с собой средства, которые будут отпугивать клеща. Как средства профилактики, то нужно осмотреть себя, детей после возвращения из леса. Юлия Ильичева, Руслан Попов, телеканал «Пилот».